Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. По многочисленным просьбам подписчиков решил я испытать китайский дифференциальный автомат ТПНЛ32, достаточно известный на территории поднебесной фирмы ТОМЗН, с номинальным током 16 А и током утечки 30 мА. В связи с чем, собственно, такой интерес? Да все просто, цена данного дифференциального автомата составляет всего 300 рублей. По сравнению даже с EEC или EKF это уже в 2 раза, а то и в 3 раза дешевле. А когда качество не уступает, то зачем платить больше? Надеюсь, что в заключении мы все же определим, стоит ли устанавливать данный дифференциальный автомат в наших счетах или нет. В общем, поехали! Вот, я сейчас и проверю сначала его тепловой и электромагнитный рассыпители, а затем непосредственно дифференциальный элемент. Ну, прежде пару слов про внешний вид. Ну, как видите, дифференциальный автомат занимает стандартные 2 модуля на Динрейке. Не скажу, что это много, но и немало, так как уже вовсю имеются в продаже одному дуфференциальный дифференциальный автомат. Но если места в счете предостаточно, то данный факт не так и критичен. Зажимные клеммы не имеют достаточной ширины, как, например, у большинства модульных устройств. Ну, вот, например, тот же и у нас АВТ-32 УТЭК. Вот разница, видите, какая. То есть, здесь не суть важна. 16 это ампер или 50 ампер клеммы. Клеммы имеют ширину для подключения, как минимум, сечения 25 квадратных миллиметров. Здесь же клеммные зажимы достаточно ограничены по сечению. Пластик на ощупь не совсем приятный, несколько шероховатый, но, опять-таки, это далеко не показатель. Бывает, что и гладенький пластик вполне поддерживает горение и горит, как бумага. На боковой стенке корпуса имеется голограмма фирмы Томзн. Выглядит достаточно солидно. Видите, переливается разным цветом. Также заметил, что надписи на корпусе очень стираемые. Стоит провести пару раз по надписи, как ее тут, как и не бывало. У того же ЭК АВТ-32 маркировка выполнена гораздо качественнее. Вот видите, как стирается. Все, ГОСТов, как и не бывало. Номинальный ток устройства составляет 16 А, тип время токовой характеристики С. Я сейчас вдаваться в подробности время токовых характеристик не буду. Об этом вы можете подробно ознакомиться в моих отдельных видео про ВТХ автоматов. А сразу перейду к проверке теплового рассыпителя током 2,55 от номинального. Напомню, что согласно ГОСТ 50-345-2010, если через автоматический выключатель будет проходить ток равный 2,55 от номинального, то его рассыпитель должен сработать за время не менее 1 секунды и не более 60 секунд. Для нашего примера, для 16 А диф автомата. Согласно техническому описанию, данное устройство имеет электромагнитный и тепловой рассыпители, установленные в фазном полюсе. Вот видите, полюс 1,2. Здесь обозначены тепловой и электромагнитный рассыпители. В полюсе, в нулевом полюсе ничего нет. Таким образом получается, что это у нас не полноценный двухполюсный диф автомат, а диф автомат 1P плюс N. Ну, тем не менее, это еще нужно проверить, а то вдруг китайцы могли установить защиту и в нулевой полюс. Не удивлюсь. В общем, сначала проверяем фазный полюс. Вот я подключился к фазному полюсу. Видите, опять-таки неудобно. Здесь клеммы совсем маленькие и мои соединительные проводники я не имею возможности здесь подключить напрямую. Приходится использовать промежуточные перемычки. Теперь навожу ток 42,8 А. Это с учетом поправочного коэффициента 1,05. Включаю. Оп! ДИФ автомат у нас отключился. Ток 42,33. Время 11 секунд. 11,02. Отлично. Теперь проверим электромагнитный расцепитель. При токе равном 5-кратном от номинального автомат или ДИФ автомат должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Ну все, наводим ток 80 ампер и измеряем время. Итак, поехали. Оп! Ну, навел 80, ток немножко здесь падал. До 76,5. Время 2,13. Давайте еще раз попробуем. 2,04. Ток 76 ампер. Ну, немножко гудит ДИФ автомат. Так, теперь проверим 10-кратный ток, при котором ДИФ автомат должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Наводим ток 160 ампер и измеряем время. Итак, поехали. 160 ампер. Оп! ДИФ автомат отключился. 160 ампер, 6,2 миллисекунды. Давайте еще раз. 167 ампер, 6,7 миллисекунды. Теперь такой небольшой краш-тест. То есть, латер я выкрутил на максимум. И посмотрим, при каком токе и за сколько времени отключится наш ДИФ автомат. Поехали. 241 ампер, 4,4 миллисекунды. Давайте еще раз. Отключился. 236 ампер, 4,5 миллисекунды. Ну, как видите, тепловой и электромагнитный рассыпители соответствуют требованиям ГОС-50-345-2010 и заявленным характеристикам завода-изготовителя ТОММОЗН. Ну, а теперь прогрузим, но только уже второй полюс, дабы убедиться, что никаких защит в нем не установлено. Подключил соединительные провода на нулевой полюс. Здесь и здесь. Итак, поехали. 200 ампер. И видите, ДИФ автомат у нас не срабатывает. О чем мы делаем выводы, что в нулевом полюсе никаких защит у нас не установлено. То есть, схема, изображенная на корпусе, соответствует действительности. Переходим к проверке дифференциального элемента нашего экземпляра. Произведем сейчас измерение отключающего дифференциального тока, тока уставки. И проведем измерение времени срабатывания при разных кратностях тока. Сейчас даваться подробностей проверки ДИФ автомата я не буду. Если кому интересно, то смотрите про методику проверки УЗО и ДИФ автоматов в моем отдельном видео. Там все подробно я рассказывал. Итак, первое. Мы проверяем, естественно, кнопку тест. Включаем наше устройство, нажимаем кнопку тест. УЗО отключил. Давайте еще раз. Как видите, здесь есть индикация срабатывания дифференциального элемента. Это очень удобно. Видите, если, допустим, автомат просто отключить или автомат отключится по причине перегруза или короткого замыкания, то данный индикатор так и останется беленьким. Если же отключение происходит именно по току утечки, по дифференциальному элементу, то здесь сразу же выпадает красный флажок. Так, кнопка тест работы. Сейчас проведем измерение отключающего дифференциального тока от тока уставки. Здесь задаем параметры. Это у нас стандартное УЗО. Так, переменный ток, тип АС, уставка 30 мА. Ну, тут все без изменений. Так, поехали. Оп! 22,5 мА. Дифференциальный автомат у нас сработал. Давайте развернем синусоиду на 180 мА. И повторим. Оп! 22,5 мА. Ровненько. Ток срабатывания составил 22,5 мА, что вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ 51326. Напомню, что согласно этого ГОСТа, номинальный не отключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки. То есть, измеренное значение у нас не должно быть ниже 15 мА и не должно превышать 30 мА. У нас получилось 22,5, что вполне соответствует. Да, кстати, забыл сказать, что, естественно, данный дифференциальный автомат является электронным. Про разницу между электронными дифференциальными автоматами и электромеханическими у меня есть отдельное видео. Кому интересно, можете переходить и смотреть. Ну, а вкратце скажу, что данный дифференциальный автомат имеет в своем устройстве некоторый усилитель. И без питания данного усилителя дифференциальный автомат не отключился бы. То есть, ему всегда нужно напряжение питания. Так, идем далее. Замеряем время. Оп, 17 мс при однократном токе. 7 мс при однократном токе 180 градусов. 18 мс при пятикратном токе 0 градусов. 7 мс при пятикратном токе 180 градусов. Так, ну давайте дополнительно сделаем двукратный ток, просто посмотрим. 16 мс. Давайте развернем. Синусоиду. 6 мс. Ну, как видите, здесь не особо-то и соблюдена селективность при изменении кратности тока. Что касаемо самого времени отключения, то есть максимального времени отключения дифф-автомата, оно соответствует ГОСТу 51.326, таблице 1. Здесь нареканий нет. В заключении скажу кратко. Проверяемый дифф-автомат вполне работоспособен и пригоден к эксплуатации. Его рассыпители и дифференциальный элемент работают в пределах заявленных характеристик и удовлетворяют требованиям указанных ГОСТ. Ну, остальное покажет только время. Выбор остается только за вами. Еще добавлю, не забывайте после установки автоматов, УЗО, дифф-автоматов, и не только проверять их на соответствие с заявленным характеристикам. Только так можно быть уверенным, что в случае возникновения какой-либо неисправности в цепи, они должным образом сработают. И это касается не только китайского или более дешевых производителей, это касается и Schneider Electric, и BB, и так далее. Ну, а если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Если возникли какие-либо вопросы, спрашивайте в комментариях. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok